Всех приветствую на канале. Да уж, добрались и до индукционного паяльника. Вообще, я делал кучу всяких паяльников, но индукционный – это новинка. На то, чтобы придумать конструкцию, реализовать и испытать, был потрачен всего лишь один день. И это с учетом того, что все приходилось снимать на камеру. Но скажу, что этот вариант является опытным образцом, поэтому некоторые конструкторские решения могут быть не идеальными. Кстати, это единственный материал в Рунете с подобной конструкцией, поэтому я разрешаю копировать и распространять его даже для коммерческих целей. Но в описании обязательно указывайте ссылку на оригинальное видео. Сегодня я покажу только конструкцию паяльника, который не будет работать без генератора. А вот о генераторе и прочей электронике поговорим в следующих роликах. Так что ждите видео с полной конструкцией. К сожалению, я никогда не работал с заводским индукционным паяльником и даже не держал их в руках. Исходя из этого, не было возможности изучить конструкцию. Поэтому мой паяльник собран по собственному проекту. Из всякого мусора, который валяется под рукой. У зрителя возникнет вполне нормальный вопрос. Зачем все это и почему я просто не покупаю индукционный паяльник? Дело в том, что штатные индукционные паяльные станции стоят немалых денег. Сам же пользуюсь вот таким чудом. Это живая легенда ТС-100. Всем его рекомендую. А если у вас есть желание стать обладателем индукционной паяльной станции или ТС-100, то вы всегда можете вернуть часть суммы, используя кэшбэк-сервис Letyshops, при этом выиграть крутые подарки. Letyshops в честь дня рождения Алиэкспресс 28 марта с 12.00 по московскому времени до полудня 31 марта проводит самый масштабный розыгрыш призов этой весны. 45 ценных подарков, включая ноутбуки, крутые смартфоны, экшн-камеры и куча других призов. Плюс скидки на Алиэкспресс до 80% и повышенный кэшбэк до 7%. Для участия зарегистрируйся на Letyshops, расскажи о новости друзьям и соверши любую покупку на Алиэкспресс с кэшбэком. Победители будут выбраны рандомно во время прямой трансляции на канале Letyshops, который состоится 3 мая в 15.00 по московскому времени. Чем больше покупок вы совершаете в этот период, тем больше шансов на выигрыш. Letyshops позволит вернуть часть денег с интернет-покупок. Принцип очень прост. Сервис приводит клиентов в магазины, магазины платят за это деньги, которыми сервис делится с вами. Пользуюсь лично и вам рекомендую. Все подробности в описании. Перед вами чертеж паяльника. Все, что имеем, это медный наконечник, железная трубка, в которой спрессована часть жала и индуктор поверх железной трубки. Все просто. Индуктор греет трубку, от нее уже тепло передается жалу. Притом индукционная система греет непосредственно жало. Температура на индукторе гораздо больше, чем на железной трубке. Последнюю при желании можно раскалить до красна. Начнем, пожалуй, с нагревателя. А это у нас не индуктор, а железная трубка. Мой вариант взят от промышленного паяльника. На этой части был намотан нехромовый нагреватель. Вариантов исполнения много. Схожие приспособы можно найти в старых паяльниках от станции, в обычных дешевых паяльниках, или же сделать самому. Ничего сложного в этом нет. Железная трубка с основанием и все. Основание у моего образца пластиковое, но пластик термостойкий. В ходе тестов зарекомендовал себя с лучших сторон. Далее идет индуктор. Он медный. Намотан миллиметровым проводом. Провод перед намоткой нужно обжечь, если он в лаковой изоляции. В противном случае при первом же включении паяльника лак постепенно сгорит, и все это будет сопровождаться выделением токсичного дыма. Количество витков индуктора от 6 до 12. При том, витки намотаны так, чтобы не соприкасались друг с другом. Иначе будет короткое замыкание. Для того, чтобы исключить замыкание между индуктором и железной трубкой, перед намоткой трубку изолировал вот этим чудом китайской промышленности. Термостойкий скотч. Он без проблем терпит температуры более 400 градусов и обеспечивает надежную изоляцию. Ссылку на покупку этой штуки найдете в описании. После намотки желательно этим же скотчем изолировать межвитковое пространство, чтобы при деформациях индуктора исключить случайное соприкосновение витков. Теперь нужно вывести концы обмотки индуктора. Для этого я просверлил отверстие в основании и через термостойкие кембрики вывел отводы. На индуктор одевается кожух из экранирующего материала. В моем случае он пока отсутствует, так как это прототип и создан для тестов. В случае использования железного экранирующего кожуха возможна потеря эффективности, поскольку индуктор будет частично нагревать его. Поэтому советую использовать латунный или медный кожух. Чуть не забыл. Поверх индуктора опять же поставил изоляцию ранее показанным скотчем. Ручкой служит корпус от дешевого светодиодного фонарика. Сам корпус алюминиевый. Сзади имеется выключатель. Все очень хорошо лежит в руке, словно авторучка. Пластиковое основание плотно вошло в корпус фонарика. Можно даже ничем не фиксировать. А вот выключатель пришлось выбивать, так как сверху планируется установить штекер для подключения индуктора к схеме генератора. Жалом служит толстый медный провод, который был обработан так, чтобы все плотно входило в трубку. Оно также ничем не зафиксировано. Не отваливается благодаря неровной обработке провода. А так можно использовать более тонкий провод и зафиксировать его винтом, так как это делают в бюджетных паяльниках. Кончику жала придал удобную форму. Хотел что-то наподобие жал типа волна, но получилось не очень. Диаметр жала не критичен. Достоинству индукционного паяльника очень много. По сравнению с обычным паяльником от станций, наш нагревается быстрее. Если сделать монолитное жало, где железная часть, которая нагревается, будет спрессована в медный наконечник, то мы получим непосредственный нагрев жала без всяких потерь. Такая доработка позволит паяльнику нагреваться за пару секунд. Второе достоинство – легко заменяемый наконечник. Все, что вам нужно, это медный провод подходящего диаметра и напильник. Третье. Конструкция буквально вечная. Тут нет опасности обрыва нагревательного элемента, что очень частое явление в обычных паяльниках с нехромовым нагревателем. С керамическими нагревателями все намного лучше. Но керамика неустойчива к механическим повреждениям и может поломаться. А в нашем же случае ничего подобного не случится даже при сильных ударах, так как кроме медного индуктора тут больше ничего нет. Это я считаю одним из основных достоинств. Четвертое. Универсальность. Индуктор можно намотать любой формы и его параметры не критичны. Это дает возможность с незначительными доработками в схеме генератора построить паяльник любой формы и размера жало. И наконец последнее. Это в конце концов круто. Индукционный паяльник. Паять им одно удовольствие. Только нужно добавить термопару и систему автоматического поддерживания заданной температуры. Я готов выслушать ваши варианты по этому поводу. Можете написать мне на почту, а адрес найдете в описании. Я бы с удовольствием продолжил, но время этого видео, как и других, ограничено. Напомню, что скоро я покажу конструкцию генератора, который будет питать этот паяльник. Так что подписывайтесь на канал, следите за обновлениями в наших группах и не забывайте оценить этот ролик своим лайком, ну и естественно поделиться с друзьями в соцсетях. Этим вы оказываете мне огромную поддержку. На этом я вынужден прощаться, а с вами как всегда был Касья Нака. До новых встреч. Пока.